В Одессе красная зона, и теперь в торговые центры, рестораны и непродуктовые магазины можно заходить только показывая ковид-сертификат. Что по этому поводу думает одесситы? Поговорим. Ковид-сертификат. Ну вот в ресторан пытались уже зайти в красной зоне, нет? Или в торговый центр? Говорят, где ваш ковид-сертификат? Ну а вакцинации? Я первый раз слышу. Ну нужно, значит нужно. А делать ли, вы спрашиваете, как хотите. Если вы чувствуете, что это вам поможет, делайте. Если не чувствуете, не делайте. А в принципе, я думаю, что молодежи надо делать. Сталкивались таки? Ну как не сталкивались. А как думаете, такая система нормальная, справедливая? Честно, я не думал об этом так, как не сталкивался. И поэтому не могу вообще сказать. Танец не очень хорошо. А чего? Напрягает? Ну, можно и так сказать, да. Всему миру это нормально, поэтому я считаю, что это нормально. Вообще, я жила в Китае пять лет, поэтому у нас это было нормально. И у нас абсолютно к вакцинации все относятся хорошо. И все вакцинировались. И поэтому у нас очень мало случаев коронавируса. Вот. Всем желаю вакцинироваться. Добровольно, принудительно, ты не имеешь права выбора. И если ты ее не делаешь, то ты не можешь пойти в магазин, куда-то в ресторан. Многие не могут работать. Я ехала с таксистом. Он говорит, если мы не сделаем, то нам блокируют приложение. Например, что делать беременным? Вот у меня иммунодефицит. Мой организм не принесет вообще даже обычную прививку. Я должна быть изолирована от жизни навсегда? Я, в принципе, технически тоже против принудительной вакцинации. Считаю то, что она должна быть доступна для людей, которые хотят ее сделать. Но вот я буквально недавно смотрел статистику по заболеваемости коронавирусом. В Великобритании сделали две трети населения вакцину. У них значительно снизилась смертность. Это да. Но количество заболеваний осталось прежним. Что, в принципе, дает такой намек на то, что она не влияет на распространение заболевания, но влияет на смертность. Ну, сама принудительность меня, конечно, не очень радует. Но год назад я поболел. Второго опыта такого я не хочу. Я сегодня получил первую вакцину. Ну, на работе, честно говоря, нас простимулировали, чтобы мы это сделали. Вот. Ну, и так. Это был неприятный опыт, конечно, болезни. Так, с пневмонией, со всеми делами. Это же по желанию, да, вакцинироваться. Нас не пускают никуда. А мы дети еще. Мы не хотим. Нас вообще никуда не пускают. Серьезно? А были случаи? Куда не пустили? Какие случаи были? Ванхвент. Не пустили, сказали, нужна эта справочка. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ